Внимательно сейчас, ребят, смотрите, куда поедет иностранец на КВ-1 и какую невероятную позицию он додумался занять. Вы просто, ребята, обалдеете. Вот сейчас все внимание на экран. Уже через несколько минут будет очень интересно, поэтому смотрим, куда же едет этот парень. Ну и, ребят, у нас не зря сегодня танк КВ-1. Наверное, вы уже догадываетесь, почему. Напишите в комментарии, может быть, кто догадался. Но у вас немного на это времени, потому что я сейчас уже расскажу. КВ-1, ребята, это один из танков, участвующих во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Поэтому поздравляю вас всех, ребята, с Днем Победы! Ура трижды! Ура, ура, ура! Так что, ребят, сегодня у нас танк, который просто мы обязаны в этой деть вспомнить. Также можно вспомнить Т-34, ну и много других машин. Я думаю, вы все танкисты, опытные, прекрасно их знаете, так что перечислять участвующие танки не буду. Но самые такие выделяющиеся, ну, наверное, КВ-1 все-таки, Т-34 все на первом месте, конечно же, Т-34-85, ну и так далее. В общем, ребята, давайте смотреть, что же сделал этот иностранец. На КВ-1 посадили, причем, иностранного игрока. И он познал, так сказать, танк Победы, играет он на европейском сервере, понятно, это все. И, собственно, союзники вообще будут в полнейшем шоке от того, что он здесь вытворил. В общем, счет 1-2, довольно нагло проезжаем по центру карты, ну не по центру, по второй линии, по центру фланга. Вот так вот, правильнее сказать, видим, что союзники там уже на линии боя, нужно как-то поддерживать, потому что штук 3Б рискует. Выкатился так нагло, что ему могут там насувать конкретно, поэтому нужно быстренько собираться и ехать помогать штуку, которого там уже уничтожают. Ну что, давай КВ-1. Видим впереди еще одного, только уже вражеского штука, у которого что-то пошло не по плану. Вроде бы куда-то он по нам целился, но промахнулся. Нужно поехать наказать за это. КВ-1 тяжелый, мощный танк. КВ-1 должен в таком, можно сказать, удачном бою, потому что здесь довольно много танков 4-го уровня и фактически КВ-1 в топе, поэтому должен нагибать по полной своей броней, которую враги боятся как огня. Ну что ж, 3-6, давай, дружище, нужно спасать команду, потому что там уже по 9-й линии, посмотрите, очень много что-то штуков этих во вражеской команде. Еще один там штук 3Б, по-моему, или штук, да, штук 3Б, который пытается давить по зеленке и, скорее всего, там встречает деф всего несколько союзников, сзади стоит арта. И мне сейчас кажется, что будет минус 3 на зеленке, и город это последняя надежда, которую мы не отдали. Впереди Матильда, ну что, КВ-1, сможешь повторить подвиг? 4-9 уже счет. Нужно чудо, чтобы вытаскивать такое сражение. 4-10, я думаю, враги уже уверены в своей победе. Матильда выкатывается, пытается то ли фугасами, то ли чем по нам стрелять, но все бесполезно. Броня КВ-1 решает эту схватку. Ну, Матильда еще, конечно, так глупо выезжает бортом, просто подставляясь. Конечно, мы ей в лоб пробьем, но в борт вообще без шансов. Зачем так выезжать? Да они все выезжают бортами. Все танкуют бортами, как говорится. Даем по ПЗ-3Д дамажку. Довольно много, кстати, немецких танков здесь, во вражеской команде, в городе. И удается поймать эту самую Матильду, которая пыталась 175 дамага нам влепить, но ничего у нее не получилось. Выезжает впереди японец, которого мы тоже, так сказать, с любовью встречаем. Нужно ставить пытаться на гусеницу и посмотрите, как имбово стоит КВ-1. Прям в стиле своих старших собратьев, в стиле какого-нибудь ИС-7. Спрятал НЛД, стал ромбиком и никто его не может реально пробить. Хотя для японца угол довольно неплохой. Если он был бы на фугасах, то, наверное, нам бы нервишки портил. Хотя выкатывается точно так же, как и Матильда. Просто на это, ребята, посмотрите. Выкатывается бортом, подставляет нам все, что можно. Ну, понятно, этим надо пользоваться. Хотя вот сейчас японец нам на соточку насунул. А там скорострельность неплохая у этого орудия. Нужно его быстрее добивать, пока он не повторил свой подвиг. В это время справа добирают Т-28. Не знаю, что он так далеко. Выперся и все! ГВ-1 в городе остается в одиночестве. В окружении бешеной толпы врагов. На нас выкатывается штука... Какой там? Штук 3G. 3G. Как сотовая связь. Ну что, 5.11 уже. Сзади, кстати, думали, да, с вами? Вся надежда на город. Но оказалось, что у нас, наоборот, зеленка дольше всего продержалась. Хоть арту там добрали, как она не ныкалась. Но ВК 30.01H держится. Штюарт держится. И, по-моему, там еще штук стоит. Да. А у нас здесь начинается настоящая схватка против толпы врагов. Добираем японца, который очень неудачно подставился вражеский фуловый штук. Пользуется тем, что мы отстрелялись по его союзнику и проезжает в удобную для себя позицию. Дальше стоять здесь нельзя, поэтому КВ-1 принимает решение оттянуться назад. Но там уже его встречает ПЗ-3J. Но броня не подводит. Проезжаем тут же вперед. И еще один немец в ангаре. Посмотрите, просто реально битва против немцев. Вот я не зря этот бой взял. Я его просматривал. И мне прям понравилось. Вот прям понравилось к 9 мая. Тем более оно и сыграно было 9 мая. Сегодня с утра. Поэтому это свеженький, как бабушкины пирожки, бой. Кидает по нам штук. Но даже в борт он не пробивает советского мастодонта. Какое-то невероятное везение у КВ-1. Ну 9 мая же играет. Здесь плюс 300 к удаче. Штук пытается нас закрутить, но мы тут же обходим. Давай, давай, давай. Выезжай сейчас. Штук должен ошибиться. Но мы просто не можем сейчас его обогнать. Потому что КВ-1 довольно медленный. Несмотря на то, что штук без башни, он не выкатывается стрелять. Но и не дает нам нормально отсюда слинять. В это время на базе остался последний, последний союзник. Кстати, тоже штук 3G. Что-то этих штук развелось. Просто капец много. Но вот ошибка врага. И был шанс. Но мы его потеряли. Потому что уходили в КД сзади. Просто уже как-то по крысиному нам кидает Чаффи неожиданно. Нужно зажиматься в угол. Потому что вот-вот. Ой, разведут. Разведут с нескольких сторон. Штук выкатывается. Может сейчас сделать ошибку. Думает, что танканет бортом. Но скорее всего мы его должны добивать. Как только он будет выезжать. Но справа нас пытается отвлечь Чаффи. И вы же понимаете. Только мы повернем на него башню. Будет выезжать штук. Чаффи показывает каток. Но не выкатывается. В это время там союзник еще. Бедолага сражается изо всех сил. Проезжаем вперед. Пытаемся. Вроде бы Чаффи не заметил нас. Хотя не точно. Если бы мы его видели. Скорее всего и он нас. В это время последнего союзника отправляют в ангар. Да, штук раскусил наш план. И уехал отсюда. Вот это уже реально будет сложно. Потому что один против шести все-таки, ребят. БТ7 как-то неосторожно. Непонятно вообще, что там делает. Тут же выезжает Чаффи. Но у нас довольно быстрое КД. Он думал, что мы в перезарядке и все еще. Но мы его обманули. И отправляем в ангар. Вот так вот разобрался. Это очень важный момент. Потому что если бы мы сейчас не раскидали. Двоих врагов. То одни бы нас вместе со штуком развели. Но вот куда уехала немецкая ПТ? Большой вопрос. Проезжаем дальше по городу. Штук далеко удрать не должен был. Потому что по идее, если Чаффи на нас нападал. Штук где-то рядом. Стоял в надежде поддержать своего союзника. И отщепнуть кусочек домашки. Но вдруг неожиданно начинается захват базы. Но скорее всего на захвате будет ПЗ-38. Потому что он там разобрался с нашим последним союзником. И был ближе всего к базе. Но у них еще есть две арты. Не стоит, ребят, про это забывать. И они обе пятого уровня. М41 и ЧМС и Гриль. Могут сильно нас прожарить. Но тут ПЗ-38 просто шокирует всех. Выезжает, упаривается. Не наносит ни одного пробития. И КВ-1 его добивает. Выезжает Штук. У него всего одна попытка была. Отправить нас в ангар. Но опять же броня КВ-1 все решает. Штук пытается закатиться. Но в последнюю секунду буквально мы ловим его. И отправляем в ангар. Как вам, ребята, такой бой? Можно выдыхать. Осталось две арты. И финальная часть. А я пока вам напомню, что спонсоры этого видоса, ребята, с сайта воткит.ком. Здесь к 75-й годовщине победы. Акция, скидка на все кейсы. 50% ребята! Ссылка находится в закрепленном комментарии. Также там каждый шестой кейс на халяву можно открывать. А еще внизу сайта открывайте, переходите по ссылке в комментарии. В самом верхнем моем. И пролистывайте вниз сайта. Жмете кнопку участвовать. И просто принимаете участие в раздаче ежедневной 5 косарей голды. Вся информация в закрепленном комментарии. Там же мой специальный промокод. Вводите его при пополнении и вам добавят крутой подарочек на сайт. АКВ-1 начинает захват базы. И давайте вместе смотреть, что у него из этого получится. Еще, ребята, не забывайте, что у нас продолжается марафон розыгрышей. Буквально вот позавчера показал около, по-моему, 10 или даже больше победителей на голду. Очень скоро будет новый видос с победителями. Поэтому не забывайте прожимать лайк. Не забывайте подписываться на канал, включать колокольчик и оставлять комментарий позитивный с вашим, во-первых, игровым ником. И, во-вторых, айдет вконтакте, чтобы я мог вам, если что, написать и уточнить некоторые моменты по выдаче голды. Выезжает на нас арта, сводится, но все мимо. У КВ-1 железная удача. Представьте, 3-300. 3-300 натанковал и столько же уже нанес. Его реально никто не мог пробить. Это какой-то чит на непробитие. Ну, иначе это никак нельзя назвать. Не, ну, конечно, такого чита не существует. Но, похоже, реально, как будто так. Вот впечатление такое складывается, ребят. Плюс 300 просто. Смотрите, можно этот видос назвать. Смотрите, что сделали с КВ-1 на 9 мая. Что эти игроки с ним вытворяют. Несмотря на то, что это иностранец. Но то, что он делает на 9 мая на КВ-1, это, конечно, верх эпичности. Поддержите обязательно его, ребята, лайком. Я уверен, что этот бой заслуживает лайка на 100%. Поэтому нужно наш танк, нашего героя поддержать лайком. Давайте проверим, ребята, сколько сможет КВ-1 набрать лайков на 9 мая. Вот такой экспериментик. Ну, а на этом, ребята, все, еще раз вас всех поздравляю с праздником 75-й годовщины. Итоги боя перед вами. Внимательно смотрим. И сейчас, ребята, вверху справа появляется другой видос. Обязательно его зацените. Потому что там произошла интересная ситуация. 45-процентный олень в одиночку растаскивает гору статистов, используя секретную тактику. Вон там, вверху справа переходим. На этом все. Всем удачи, танкисты. Всего вам самого лучшего в этот невероятно важный и крутой день. До скорых встреч. Не болейте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok